здравствуйте дорогие мои друзья наверняка из вас многие помнят то веселое время когда интернет был очень слабый музыка почти вся хранилась на жестком диске и у нас был очень какой-нибудь любимый красивый мегаплеер например фобор 2000 венам ну те кто использовали linux помнит морок а вот project аудио мы совершенно забыли ведь программа очень старая программа еще вышла летом девяносто седьмого года многие из вас родились уже в двухтысячных а программе то ведь и сколько лет нужно вспомнить поэтому мы скачаем относительно свежую версию как бы есть коммерческая версия а есть некоммерческая естественно программа с закрытым исходным кодом но нас это пугать не будет нажимаем скачать и давайте скачать если я правильно понял то последняя версия выходила бесплатная 12 декабря 2015 года а коммерческая версия выходила 12 декабря семнадцатого года если правильно естественно понял всего было четыре версии basic которую мы скачиваем бесплатная версия basic и x которую прекратили разрабатывать по причине того что там присутствовали компоненты которые в будущем включили в премиум версию в x она же платная и плюс в x типа самая нафаршированная версия при этом премиум версия доступна только корейским пользователям ну что ж начнем установку инсталлятор так времен windows xp честно хочется прослезиться видимо программа то совсем практически не развивается очень печально но вспомнить мы ее должны в любом случае давай дорогая устанавливайся ну что ж давайте запустим так здесь сразу можно выбрать тему оформления давайте мы все сделаем по умолчанию и подождем это программа запустилась если честно очень сильно она отличается от того что я видел в нулевых а с джет аудио я очень много лет уже как незнаком можно так сказать они свернул нижнюю полосу и все стало примерно так как было когда честно скажу я любил больше вина они джет аудио ну почему-то так не знаю почему-то джет аудио в нулевые меня ассоциировался с рэперами которые росли тогда как грибы и кому домой не придешь слушали всякий вот этот русский рэп и все время на джет аудио ну что ж давайте что-нибудь скормим этой замечательной программе так у меня есть музыка за которую нас не посадят естественно это синтезаторный поп а ля ванна и 80 очень люблю эту музыку чем хорош данный плеер это 20 полосный эквалайзер программа поддерживает как видео потоки таки аудио потоки это плавные переходы аудио-видео конвертер поддержка юникода поддержка многоканального звука 5.1 интернет радио возможности просто дохренище также можно переносить музыку на устройство ipod ipod touch iphone windows media android psp но тут одно но на разработку программы совершенно забили болт последняя версия которую мы скачали не 15 конечно года она 2017 года нет нормальной русификации несмотря на то что разработчики говорят что джет аудио потребляет очень мало ресурсов мне кажется в этом нет никакого смысла так как джет аудио просто-напросто не тестируются на новых продуктах я про новые версии операционной системы например той же самой windows 10 говорят даже есть версия для андроида если честно я с ней не знаком что передо мной красивый труп из нулевых и не более программа выглядит очень перегруженной и на мой взгляд оценит все это только фанат данной программы посмотрите тут даже осталась возможность записи музыки на сиди при том она выставлена здесь прямо на вот этом табло как будто это какая-то мега крутая функция да она мега крутая была в году 2006 седьмом но сейчас как бы все это выглядит очень смешно может я что-то пропустил сильно меня в комментариях не ругайте если у вас есть какие-то воспоминания связаны с джет аудио прошу их написать потому что эта программа культовая пусть и мертвая но я на этом заканчиваю всем пока спасибо за внимание